Добрый день, это видео для моих студентов. Поработаем с учебником Fundamentals of Reservoir Engineering, автор Дейк. И в этом видео я хотел бы поговорить на такую тему, как коэффициент добычи нефти или коэффициент извлечения нефти, oil recovery factor. Начнем с этого уравнения, уравнения 1,2, в котором рассчитывается объем нефти, который находится в нефтяном пласте. У нас есть нефтяной пласт с объемом V. Объем V это объем нашего нефтяного пласта. Вот эта буква, кружочек с палочкой, это наша пористость в долях единиц. 1-SWC Это наша водонасыщенность. Причем это начальная водонасыщенность в нефтяном пласте. Все это перемножается. В результате мы получаем объем нефти в метрах кубических, в единицах измерения объема, который у нас находится внутри нефтяного пласта. И потом они это все делят на BOI. Это Oil Formation Volume Factor. Это коэффициент объемного расширения нефти. Который показывает, во сколько раз изменится объем нефти, когда вы его вытащите из пласта на поверхность. Поясняю. Нефть, которая находится внутри нефтяного пласта, содержит в себе определенное количество растворенного газа. И когда вы вытаскиваете эту нефть на поверхность, газ выходит из нефти и нефть сжимается в объеме. То есть BOI это объем внутри нефтяного пласта разделить на объем, который то же самое количество нефти будет занимать на поверхности в вашем товарном парке, например. Как правило он всегда больше единицы, этот параметр. Как правило он больше единиц. То есть если вы объем нефти внутри нефтяного пласта, это ваш числитель, разделите на Oil Formation Volume Factor, то вы получите объем, который эта нефть будет занимать на поверхности в вашем товарном парке. Если вы всю эту нефть вытащите из нефтяного пласта. Но как правило всю нефть из нефтяного пласта добыть технически невозможно. И поэтому существует такое понятие как коэффициент извлечения нефти, Oil Recovery Factor. Вот мы переходим на другую страницу, на которой то же самое уравнение умножается на такой параметр как RF. Это Recovery Factor. И вы получаете Ultimate Recovery Factor. Конечный коэффициент извлечения или добычи нефти. Эта величина показывает вам, сколько нефти вы добудете из своего нефтяного пласта. Какой объем нефти вы добудете из своего нефтяного пласта. И смотрите, что он пишет, что автор этой книги пишет. Мы просто умножили здесь на R. Но определить Recovery Factor. А это число в долях единицы от 0 до 1, которое показывает вам, какую долю от общего количества нефти, которое есть у вас в нефтяном пласте, вы сможете добыть. Определение Recovery Factor это самая важная задача человека, который занимается разработкой нефтяного месторождения. В начале мы должны четко разделить и понять, что есть два вида Recovery Factor. Два различных Recovery Factor. There is one which is governed by current economic circumstances. Первый определяется экономической ситуацией на сегодняшний день. Ever increasingly by environmental and ecological considerations. Также он определяется экологической обстановкой, экологическими условиями. Или забота об экологии и об окружающей среде, она тоже накладывает определенные ограничения на нефтяников. То есть не все методы добычи нефти можно применять, если эти методы добычи нефти экологически небезопасны. Вот что здесь имеется в виду. While the second can be classed as a purely technical recovery factor. А второй тип Recovery Factor, он определяется только техническими возможностями. Depending on the physics of the reservoir fluid system. И, конечно же, физикой вашего нефтяного пласта. Regrettably, the former, although possibly the more interesting, is not a subject for this book. Ну, последний здесь в этой книге он пишет не рассматривать. Но это не важно. То есть мы знаем сейчас, что на Recovery Factor, на коэффициент извлечения нефти, оказывают влияние несколько факторов. Экономический, экологический, технический и природный, что касается физики нашего нефтегазового пласта. Из некоторых пластов нефть легче добывать, из некоторых труднее. Например, если нефть очень вязкая, ее трудно добывать. Если пласт очень неоднородный по геологии, тоже трудно будет разрабатывать такое месторождение. У нас есть первичная добыча и у нас есть supplementary. Supplementary – это дополнительная добыча нефти. Primary recovery is the volume of hydrocarbons, which can be produced by virtue of utilizing the natural energy available in the reservoir and its adjacent aquifer. Первичная добыча получается за счет использования природной энергии, которая есть в нефтяном пласте. Например, если с нефтяным пластом граничит большой водоносный пласт, вода будет вторгаться в нефтяную залежь при снижении давления за счет добычи нефти и вытеснять нефть. Мы об этом уже говорили ранее, но здесь это повторяется. In contrast, supplementary recovery is the oil obtained by adding energy to the reservoir fluid system. Как контраст, дополнительная добыча получается за счет ввода в нефтяной пласт до какой-то дополнительной энергии. Имеется в виду закачка каких-то жидкостей. The most common type of supplementary recovery is water fluting. Наиболее распространенный метод supplementary recovery – дополнительная добыча, это заводнение. In which water is injected into the reservoir and displaces oil towards the producing wells, thus increasing the natural energy of the system. Воду мы закачиваем в нефтяной пласт, вода вытесняет нефть к забою добывающих скважин и таким образом увеличивается природная энергия этой системы. Вот о чем здесь идет речь. Ну, например, вы помните из наших предыдущих лекций, что мы разделяли первичное, вторичное и третичное добыча нефти. Первичное добыча нефти – это все, что добыто за счет использования природной энергии. Вторичное добыча нефти – это когда мы в пласт закачиваем воду или газ. Третичное добыча нефти – это когда мы используем какие-то дополнительные материалы, которые улучшают фильтрационные характеристики нефти, мобилизируют нефть и за счет этого добывается еще какое-то дополнительное количество добычи нефти. Как видите, в этом учебнике только два разделения – Primary Recovery и Supplementary Recovery. Ну, у каждого, наверное, автора свой взгляд на это. Но я должен сказать, что вот то, что мы раньше проходили – первичное, вторичное и третичное добыча нефти – на сегодняшний день это наиболее принятая и установившаяся терминология. Окей. Идем дальше. Весь механизм первичной добычи основан на расширении жидкостей внутри нефтяного пласта. It can and can best be appreciated by considering the definition of isothermal compressibility. И, значит, определение изотермического коэффициента сжимаемости здесь подходит как нельзя лучше для того, чтобы понять, как это работает. Вот смотрите, что здесь. C – это коэффициент сжимаемости. dv – это изменение объема. dp – это изменение давления. То есть вы изменяете давление на какой-то параметр. Допустим, вы увеличили давление на 5 мегапаскаль. Допустим. Что происходит с объемом? Объем уменьшается тоже на определенную величину. Разделив изменение объема на изменение давления, вы получаете параметр, который показывает вам, на сколько метров кубических изменяется ваш объем при изменении давления на одну единицу. Мегапаскаль, или PSI, или еще что-то, или атмосфер, или бар. Не важно, что вы используете. А потом вы это все делите на общий объем системы, чтобы все это соотнести к вашему общему объему. The ethoshermal compressibility is commonly applied in the majority of reservoir engineering calculations, because it is considered a reasonable approximation. That as fluids are produced, and so remove heat from the reservoir bar convection, the cap, and base rock, which are assumed to act as heat sources of infinite extent. Immediately replace this heat by conduction, so that the reservoir temperature remains constant. Therefore, compressibility, when referred to in this text, should always be interpreted as the isothermal compressibility. Изотермическая значит при постоянной температуре. Ну, почему здесь говорится о постоянной температуре? Вот эта формула, она используется во многих расчетах при разработке нефтяных месторождений. И постоянство температуры здесь, допустить, что температура постоянно в пласте, это справедливо, потому что нефтяной пласт ограничен кровлей и подошвой. А кровля и подошва – это, смотрите, act as heat sources of infinite extent. Это, и у нее есть продолжение, то есть это огромное геологическое тело с постоянной температурой. И поэтому, когда вы забираете из нефтяного пласта жидкость, у вас идет постоянный теплообмен с кровлей и с подошвой. Понимаете? И поэтому температура пласта, она остается всегда постоянной. Даже если вы оттуда жидкость откачиваете. То есть жидкость какой-то температурой, вы оттуда откачали, температура не падает. Потому что из кровли и из подошвы нефтяного пласта, с кровлей и из подошвы нефтяного пласта идет постоянный теплообмен. Поэтому справедливо предположить, что внутри нефтяного пласта у вас температура постоянная. Конечно, если вы туда не закачиваете какие-то горячие жидкости или горячий пар или холодную воду, тогда да, призабойная зона скважины у вас прогреется или наоборот остынет. Но на большом расстоянии от скважины температура будет постоянной. Потому что пока этот теплоноситель или холодный вытесняющий агент, например, вода, дойдет до какого-то определенного расстояния в пласте, она уже остынет либо нагреется. Потому что с кровлей и с подошвой нефтяного пласта идет постоянный теплообмен. The negative sign convention is required in equation 1.11. Здесь стоит знак минус. Почему? Он нужен. Почему он нужен? Because compressibility is defined as positive number. Потому что с увеличением давления у вас объем уменьшается. Если вы по математике проходили, что такое производная, а вот это и есть производная объема по давлению, у этого отношения знак будет отрицательный. Мы можем поговорить об этом позже, и я вам объясню это по математике. Но я думаю, вы и так должны знать, что, например, если у вас функция убывает с ростом аргумента, а p это аргумент, независимая переменная, с ростом давления у вас объем уменьшается. Производная такой функции, а dv делить на dp, это и есть производная функции v от p, имеет отрицательный знак минус. Но мы сюда заранее ставим минус, чтобы два минуса убили друг друга. Минус на минус дает плюс. Из элементарной математики вы знаете. Потому что си, сжимаемость, определяется как позитивное число. Понимаете? Because compressibility is defined as a positive number. В физике сжимаемость это позитивная величина. Позитив со знаком плюс. Поэтому мы сюда заранее ставим минус, чтобы два минуса убили друг друга. Whereas the differential, dv делить на dp, is negative. Я вам это уже сказал. When using the compressibility definition in isolation to describe reserver depletion, it is more illustrative to express it in the form. Если мы говорим об истощении нефтяного пласта и используем понятие сжимаемости, то лучше эту формулу записать так. dv is an expansion. dv это увеличение объема жидкости внутреннефтяного пласта при снижении давления. c это ваш коэффициент сжимаемости. v это объем того тела, о котором идет речь. И delta p это изменение давления. This is the very basic equation. Это основное уравнение underlying all forms of primary recovery mechanisms. Это основное уравнение, на котором основан весь механизм первичной добычи нефти. Внутри нефтяного пласта, если delta p is taken as the pressure drop, это ваше снижение давления from initial to some lower pressure. От какого-то начального значения до какого-то второго значения, которое меньше, чем первое. То есть вы, когда жидкость из нефтяного пласта откачиваете, у вас внутри нефтяного пласта давление снижается. Понимаете? p initial минус p конечное, да, без индекса здесь. p initial, p начальное, оно больше, чем p второе. Then dv will be the corresponding fluid expansion. Тогда dv это соответствующее увеличение объема жидкости, да, which manifests itself as production, которое выходит на поверхность, понимаете, которое вы добываете, потому что у вас жидкость внутри нефтяного пласта расширяется на определенное значение dv, и вот это dv у вас выходит на поверхность, потому что жидкость расширилась внутри нефтяного пласта. Куда ей деваться? У вас скважина пробурена, и скважину вы тянете. Конечно, она выйдет на поверхность. Вот, все просто здесь. Вот, а остальную часть давайте пока вот вы... Я хочу, чтобы пока вы усвоили, да, чтобы пока вы усвоили вот то, что здесь написано, почитайте в интернете, что такое коэффициент сжимаемости, почитайте в интернете, что такое коэффициент расширения, коэффициент объемного расширения нефти. Вот, например, в Википедии есть объемный фактор для нефти, formation volume factor. Не оставляйте эти все термины в этой книге. Все, что вам непонятно, гуглите, ищите, проверяйте, читайте в других источниках, прочитайте, что такое сжимаемость. И... И если вам непонятно, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Продолжение следует...